Ученые сделали вывод, что распознавание эмоций универсальное. Не зависит от того, где вы родились, какой у вас возраст. И аборигены могут и американские эмоции тоже распознавать так же хорошо. Вот так. Это первое. Но другие ученые, казалось бы, ну все правильно доказали, не так-то все просто. Другие ученые, однако, считали, что метод базовых эмоций слишком субъективный, поскольку включает суждение человека. Более эффективным методом они считают, знаете что? Лицевую электромиографию. Что это такое? Лицевая электромиография. Это когда на лицо человека накладываются электроды, которые снимают электрические сигналы с мышц лицевых. На лицо тот, который эмоционирует и тот, который на него смотрит. Тот, который эмоционирует. Лицевая электромиография, которая должна устранить субъективизм. Вот накладываются электроды, и такой метод точно устанавливает, какие же мышцы лица двигаются. В типичном исследовании по этому методу, и испытуемые что делали? Они смотрели фильмы, например, которые должны их веселить или печалить. Или вспоминали какие-то ситуации, которые должны вызвать соответствующие эмоции. И у них были электроды над бровями, на лбу, на щеках и на челюсти. Вот так. При этом записывали все эти изменения и перемещение мышцы. Стало понятно. Получается, что какой же результат от этого всего? Электромиография, что она дала? Оказалось серьезным вызовом для этого классического взгляда на эмоции. Вот эти исследования, которые одно за другим были проведены, показали, что такой вот прямой связи между выражением лица и то, что человек испытывает, нет. Нет такой прямой связи. Кому человек определял, что есть интересное? Смотрите, в лучшем случае лицевая вот эта миография показывала, что можно разграничить, то есть общее для разных людей, ну как бы с положительным знаком, положительные эмоции и отрицательные. То есть большинство людей на какие-то жесткие сцены реагировали какими-то негативными эмоциями, а на хорошие сцены позитивными. Вот это все. Остального никакой корреляции не обнаружено. Представляете?